Для удобства населения в округе активно проводятся вакцинации от коронавируса выездными бригадами. Они выезжают как в общественные места, так и в организации. Одна из таких бригад приехала 1 июля к сотрудникам Пушкинского городского хозяйства. График вакцинации расписан заранее. Практически выезжают в 5-7 организаций ежедневно. Происходит и первая вакцинация, и вторая. Народу по-разному вакцинируются. Бывает от 30 человек, бывает до 150. В этот день более 30 сотрудников Пушгорхоза привились первым компонентом вакцины против коронавируса. Предварительно врач проводит беседу, чтобы узнать, есть ли у человека противопоказания к вакцинации. Жалоб нет ни на что. Ковидом болели? Не болели. Прививки какие-нибудь делали? Пневмоко, грипп, осенью не делали. Аллергическая реакция есть? Другие нервы. После этого врач измеряет давление и делает заключение, можно ли ставить первый компонент вакцины. Далее все идет по уже отработанной схеме. С нами сотрудники Пушкинского городского хозяйства поделились своими впечатлениями. Даже не больно. Супер. Советую всем пройти вакцинацию. До этого здесь вакцинацию прошло около 100 работников. Сейчас это составляет 78% вакцинированных от общей численности персонала организации. По всей России вот так вот делается вакцинирование. И я вижу, я вижу, как мои знакомые, мои, наверное, друзья тяжело переносят эту болезнь. И всех и призываю, и говорю всем, что да, надо прививаться. Я и сам привился. Три дня назад первую прививку сделал. Поэтому всем рекомендую сделать прививку. Ну, наше мнение, вакцинироваться надо. Пандемия у нас в мире, как и в стране, только размножается. Поэтому, ну, вакцинироваться, да, однозначно надо. Конечно, медикам тяжело принять там население, на своих рабочих местах выезжать. Но мы никогда не отказываем. Очень довольны. Чем больше будет привито, тем меньше будет больных. Узнали про работу выездной бригады Мария Лихобабенко и Юрий Добрунов. Пушкинское телевидение.